Судебные приставы имеют право арестовывать имущество. Это может быть все, что угодно. Тот же мобильный телефон. Зависит от суммы долга. Арест могут накладывать и на транспортное средство. В ходе рейда сразу у двоих водителей по базам через интернет обнаружили долги. У одного мужчины оказался просроченный кредит, а у другого налоговых долгов скопилось на 300 тысяч. На автомобиле наложили арест. Теперь в течение 10 дней должникам нужно расплатиться с государством. Машины могут забрать и сразу, но приставы действуют иначе. Автомобиль арестовывают, а водителя назначают его хранителям и дают время погасить задолженность. Если через 10 дней должник не предпримет никаких шагов, транспортное средство могут объявить в розыск. С 15 января этого года приставы могут устанавливать должникам и временные ограничения на управление транспортом. Вообще, с начала года приставы Адлерского отдела взыскали налогов, в том числе благодаря таким рейдам на 3,5 миллиона рублей. Эти деньги пойдут в бюджет города. Данные рейды мы проводим еженедельно, начиная с 2014 года. По сегодняшний день эффективность колоссальная. Выявляются злостные уклоняющие должники. Арестовываем транспорт. За каждый рейд практически по 5-6 автомобилей арестовываем. Также мобильные телефоны и иное имущество. Ну а чтобы подобных проблем с транспортом не возникало, водителям советуют вовремя погашать долги. Проверить наличие задолженности можно на официальных сайтах службы судебных приставов, ГИБДД и налоговой службы.